Девушки отдыхают Улыбаемся Поменяйтесь местами Улыбочку Может хватит Не переживай, это не опасно Давайте у нас еще разочек с сыном Ну вот Все как договорились Переодевайтесь Он сейчас На четвертом этаже А завтра 470 На этом входе Видеокамеру, точно нет Точно Гарантию даю Извините, Павел Александрович Из банка опять Ну иду я уже, иду Да Замечательно Да, здравствуйте Пойдемте слушать вас Пойдемте слушать вас Почему? Да Почему они не поступили? Пошелось Мы им выписали счет Три дня назад И что? Хорошо, я буду ждать Все приготовьтесь Мы скоро выходим Ну только решите, пожалуйста Это побыстрее Хорошо, тогда я передаю трубочку референту Приезжайте с ним Спасибо Алло, да? Ну все, я пошел Отсуможность позвоню Лифт на четвертый этаж Давайте Хорошо, хорошо Ничего не нужно Ну я побежал Подгоняйте машину Конечно, хорошо А я ему передаю Да Отлично Давай Слушаю Конечно Я с вам говорил Ну все Попросы решат Конечно Бывает, конечно Спасибо На бал Вы целы? Вроде бы Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну здравствуй Здравствуй, герой Здравствуй, Роман Александрович Фарсиш В принципе, можно уже без нее Но врач сказал еще пару дней походить с палочкой Заказчиков нашли? Да следователи роют, но пока глухо Те двое, которых ты положил, как ты понимаешь, уже ничего не скажут Короче говоря, висяк Да Ну, бегать, как прежде, ты пока не сможешь Но работа для тебя тем не менее найдется Это радует Это радует Тут один объект намечается Я подумал, что для тебя это будет все на разное Все спокойно, никакой суеты Поместье за городом Ну, в общем, считай, что санаторий Кого охранять? Генеральскую вдову Круто Когда приступать? Завтра, только завтра Хозяин поместья, в которое мы едем, Лисицын Станислав Георгиевич Основной бизнес строительный А что, еще есть и не основной? Есть Недвижимость Лисицын Хозяин очень доходных московских объектов Особнячки в центре города Ну, еще риэлторская контора Заброшенная фабрика, которую он сдает киношникам В аренду под павильоны Только ты можешь не щелкать Извините Лет шесть назад он купил в этих местах заброшенный особняк Отреставрировал его и поселил в нем родителей Отец генерала Лисицын Умер примерно через полгода после того, как они поселились в этом доме Толя, я просил тебя не щелкать Я больше не буду Но сейчас там живет мать Лисицына И ее двоюродный брат Михаил Завхоз, денщик и компаньон в одном лице А зачем вам телохранитель-то понадобился? Место глухое, как объяснил Лисицын Мать и ее родственник Люди уже не молодые Мягко говоря Беспокоятся, обычное дело Солидный домишко Да уж Только что тут не видно никого Будем надеяться, что нас здесь все-таки ждут Здравствуйте Я Хамза Роман Александрович Мы из охранного агентства Барбакан Здесь никого не надо охранять В этом нет необходимости Уезжайте Да, будем разбираться О таком приеме Лисицын не предупреждал Солнечник Барбакан Barbar Ой, привет! Привет! Все, пока! Алеша, ты куда? Да не волнуйся, скоро приеду! Осторожней! Осторожней на дороге! Хорошо! Осторожней на дороге! Осторожней на дороге! Вот. А вот и Станислав Георгиевич Лисицын пожаловали. Как тебе его охрана? Показуха. Толку ноль. Сидел бы я в лесу, пальнул оттуда и их клиенту к рабу. Верно. Молодец. Ну, здравствуйте еще раз, Станислав Георгиевич. Ну, и что у нас за проблемы, Роман Александрович? Вот родственник ваш от охраны отказывается. Родственник отказывается. А это что, сейчас модно, чтобы телохранитель был с тростью? Нет, это производственная травма. Значит, вы плохой работник. Технику безопасности не соблюдаете, раз травмы на работе получаете. Дело в том, что у нас очень травмоопасная работа. Можно сказать, это штатный случай. Ничего серьезного. Пару дней с палкой походит. Просто его лечащий врач подстраховывается. Да как нам быть с вашим родственником, а, Станислав Георгиевич? Дом будем, штурмом брать? Ну, зачем штурмом? Исключительно силами убеждения, Роман Александрович. Только силами убеждения. Подождите меня здесь. Хорошо. Да. Стас. Я не хочу, чтоб в доме были посторонние. Я же говорила тебе. Мам, мамочка. Я к тебе сейчас поднимусь, и мы обо всем поговорим. Я не собираюсь ни о чем разговаривать. Мам, из посторонних в доме будет один единственный человек. Вы с Михаилом живете одни. Вокруг лес. Мы с Михаилом не нуждаемся в защите. Мам, я к тебе сейчас поднимусь, и мы все обсудим. У меня, если честно, на господина Лисицына обширные меркантильные планы. Хороший клиент, у него много объектов. Везде нужна охрана. Если удастся взять его на обслуживание, то это будет очень даже выгодно. Так что, Анатолий, большая на тебя ответственность. Благосостояние родного охранного агента. Рад стараться, господин бизнесмен. Я обо всем договорился. Вы остаетесь. Вы уж извините, сами понимаете, старые люди. Капризы, причуды. Побаивайся за них. Мало ли что может случиться. А что, собственно, может случиться? Пошали вы тут стали. У меня приятель в десяти километрах отсюда живет. Так вот, в его дом залезли. А посторонние бывают здесь? Нет. Священник иногда приезжает. Мать последний год стала очень набожная. А больше никого. Я так понимаю, мы все обсудили? Можете ехать. Станислав Георгиевич, можно вас на пару слов? Я пройдусь. Угу. Да, я вас слушаю. Угу. Угу. Не так. Угу. 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 Тихчи. ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Интересно. Шеф твой уехал. Что-то срочное. Как прогулка? У дома были посторонние. Причем совсем недавно. Судя по дате, она выпущена две недели назад. За домом Лешка. Лешка — это специально обустроенное место для проведения слежки. Или стрельбы. Мало ли. Может, викник. Там нет ни окурков, ни бумажек. Никакого другого мусора. Зато я там нашел вот это. Это что? Это заглушка для оптики, чтобы не поцарапать линзу. Это либо бинокль, либо оптический прицел. Молодец. Это бинокль. Не здесь, пройдёмся. Это мои люди. Я уверил им за домом присмотреть. Что-то непонятное происходит. Чего-то опасались? Что-то непонятное происходит. Но оно не вокруг. Оно в доме. Знаешь, как моя матушка противилась? У них там тайна. Одна на двоих с Михаилом. Меня они близко не подпускают. Помоги. Здесь номер мобильного. Звони в любое время. Звони в любое время. Нина, Алёша, нужно срочно уезжать из Тарусы. Куда? Пока увезу его к себе. А там посмотрим. Я не поеду. Нина, Алёша в опасности. Да может в этом Уайзике просто пьяный был. Машина два часа простояла. Люди видели. Он подкарауливал тебя. А я не боюсь. Мам, ну не волнуйся. К тому же у меня скоро день рождения. И я хочу отметить его у себя дома. Нина, Я твоего сына крестил. А отпевать его упаси Господи. Алёша, собирай вещи, сынок. Здесь жить будешь. По дому шастать запрещено. Простите, что запрещено? Шастать, бродить, разгуливать. Также запрещено попадаться на глаза Натальи Андреевне. Но я её телохранитель. Она не нуждается в телохранителях. Простите, а где в таком случае можно шастать, бродить и разгуливать? На первом этаже и вне дома. Там ты волен в своих передвижениях. Ну, слава Богу. Верующий? Крещен. Молиться тебе надо. Много и усердно. Всем надо. А тебе более других. Ты убивал. Такое не спрячешь. Захочешь, а не спрячешь. По глазам всё видно. А может быть вы ещё и по ладошке гадаете? Кухня на первом этаже. В холодильнике можно брать любые продукты. Готовить будешь сам. Одну секундочку. Значит, нужен Наталья Андреевна телохранитель или не нужен? А также пути своего следования по этому дому я буду обсуждать и утверждать непосредственно со Станиславом Георгиевичем. И только. И ещё. Мне необходим план дома. Аминь. Аминь. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Молодой человек! Что вы здесь делаете? Работаю. Вам запрещено подниматься на второй этаж. Наталья Андреевна, я нанят вашим сыном, и мне необходимо... Вы меня не поняли. Немедленно спускайтесь вниз. Кто этот человек в комнате? Мне сказали, что в доме только вы. Вы и Михаил. Вон! Вызываемый вами абонент временно недоступен. Попробуйте позвонить позже. А, блядь может быть, я тебе worked в одной взв applicants. Немедленно запрещено... ...в miner. Но я пока не надела. Вам нужны. У насill WIL ДЫШОТ! Ты стал рождения. Так же б Ni Dawg FM. Алла-ّу и ты собраешься. Стихите зацены. Пока чuy 곳. Дทийский skins müzią. Топубaugen. Так что насчет плана дома? Нет никакого плана. А где, вы говорите, комната Натальи Андреевны? Так это же ее дом. Где хочет, там и живет. А еще? В доме люди есть? Нет. Странно. Очень странно. Я видел человека в комнате на втором этаже. Да нет здесь никакого человека. Но я же видел. Показалось. Скажите, а еще жилье здесь поблизости есть? На 10 верст никого нет. Но люди же здесь бывают? Какие люди? Посторонние. Вот ты, посторонний. Ну, а кроме меня? Никого здесь не бывает. Ни охотников, ни грибников. Никого здесь нет. Ни своих. Ни посторонних. Но это мы еще выясним, господин управляющий. Никого здесь не бывает. Что? Субтитры сделал DimaTorzok Доброго здоровьичка, мальчика. День добрый. Добрый день. Ну, храни тебя Бог. Здравствуй. Выходи. День добрый. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...